Я получил такое видео и вопрос, не постельный ли это клоп? Нет, это не постельный клоп. Это кое-что поинтереснее. Для постельного клопа у него слишком длинное брюшко и слишком большая голова. Это сеноед из рода Лепинотус. Скорее всего Лепинотус Патруэлис. Или, быть может, Лепинотус Ретикулятус. Эти виды примечательны именно своей темной краской, поскольку большинство других видов книжных вшей светлые и полупрозрачные. Мне несколько месяцев назад прислали фотографию похожих сеноедов. И девушка просила идентифицировать их, потому что на книжных вшей они вроде бы как похожи. Но Гугу ей сообщил, что сеноеды, как правило, предпочитают влажные места, а эти малыши вполне беззаботно бегают по совершенно иным локациям. По чистым сухим стенам, пылинтусам, мебели и даже внутри стеклянных ваз среди бела дня. А их потомство вообще выглядит как полупрозрачные нимфы. Да, это так. В основном сеноеды скапливаются и размножаются в темных сырых местах. Но по большому счету ни свет, ни сухие поверхности их не смущают, и они с удовольствием по ним бегают. Конкретно эти черные сеноеды чаще всего встречаются не в домах, а на предприятиях в больших хранилищах продуктов питания, где вообще влажность не высока, а все хранимые продукты очень сухие. Но и в домах и квартирах они могут заводиться и питаться здесь запасами боковейных продуктов. Так что если вы встретите таких ребят у себя дома, то знайте, что это сеноеды из рода Лепинотус. А если насекомые из вашего дома совсем не похожи на вот этих существ, то пишите мне их фото и видео на почту, и я постараюсь распознать их для вас. Отдельно вы можете посмотреть видео про достаточно интересный случай, когда мой зритель решил, что сеноеды кусают его ребенка, а потом выяснилось, что это не так, не кусают, потому что сеноеды вообще никого никогда не кусают. И конечно же, вы можете подписаться на мой канал, чтобы узнать, какие еще нежелательные соседи могут поселиться у вас под боком.